Как с помощью этого решить проблему продовольственного кризиса, глобального потепления и выжить в условиях чужой неприветливой планеты? Никак. Чтобы решить эти проблемы нужна... Машина Судного Дня Субтитры делал Dima Субтитры делал Dima Начну с благодарностей. Уважаемые те, кто решил поддержать наш канал и проект рублем. Я человек честный и не буду вам врать, что без вас мы бы никогда не насмелились проделать настолько масштабную работу. Но, честное слово, без вас было бы гораздо тоскливее. Самый глубокий след в истории оставляют те, кто установил самые полезные факты. Самое непаханное поле в этом вопросе принадлежит социальным наукам. И там же работают самые ленивые ученые. Эксперимент должен бросать дерзкий вызов тому, что кажется очевидным. Однажды социологи попытались установить, что важнее для обычного американского студента – пицца или секс. И их, что печально, даже не наказали за нецелевое расходование средств. Во-первых, результат такого исследования полностью бесполезен. Во-вторых, очевиден. В-третьих, полностью подтвердился. Как вообще можно сравнивать высшее наслаждение жизни с жалкими позывами бренной плоти? Естественно, пицца лучше. Имена Евклида, Пифагора и Фалеса знает каждый школьник. Производная от фамилии Луи Пастера написана на каждом пакете с молоком длительного хранения. Возможно, не все знают имена Фрица Габера и Карла Боша. Однако изобретенная ими реакция поставила точку в борьбе человечества за азот. И с момента ее открытия азотные удобрения производятся буквально из воздуха. С большей энергетической эффективностью, чем это удается азотфиксирующим бактериям. И обеспечивают 40% пищи на планете. Скорее всего, следующий химический элемент, который станет полем битвы за выживание человечества – углерод. Находимся ли мы в состоянии глобального антропогенного изменения климата? Я в курсе про скандал с подделкой метеорологических данных про Гренландский ледяной щит, про Баренцево море, про все мнения и расчеты в поддержку того, что увеличение средней температуры по планете за последние 30 лет можно списать на статистические выбросы. А вот увеличение содержания углекислого газа в атмосфере, которого планета не видела последние 50 миллионов лет, уже нельзя. Это не значит, что мы все погибнем. Однако уже сейчас мощность суммарного фотосинтеза по планете сопоставима с суммарным энергопотреблением человечеством. Проще говоря, растения не успевают убирать за нами мусор. Поскольку планета у нас одна, надеяться на то, что она крепкая и справится, я бы не советовал. Помочь растениям можно разными путями, не всегда приемлемыми. В 2007 году под Абаканом было снесено 28 гектар тепличных сооружений, отапливаемых дровами и углем. Они вызывали такое задымление, что мешали работе аэропорта. Подогревать растения – плохая идея. Вы затратите столько энергии, что растения не успеют собрать от солнца его эквивалент. Еще неплохой вариант – освещенность. Солнце дает равномерный спектр нагретого, абсолютно черного тела. За вычетом полос поглощения водорода, гелия и немного прочей дряни в атмосфере. Механизм фотосинтеза базируется на светопоглощающих белках или пигментах. Их что-то вроде несколько десятков видов, объединяемых в 6 семейств. Но это объединение условное, учитывая, что последний новый фотосинтезирующий пигмент был открыт всего лишь 6 лет назад. Я попытался разобраться в их классификации, но потом плюнул и сконцентрировался на тех словах, которые я понимаю. Спектр их поглощения лежит в диапазоне от 400 до 700 с небольшим нанометров. В то время как у современной обычной кремниевой солнечной батареи спектр эффективного поглощения начинается аж с 250 и простирается аж до 1100 нанометров. Мы уже уделываем зелень по-царски. Скептики до сих пор размахивают агитлистовками из конца 80-х о том, что солнечной энергетике никогда не победить газ, нефть и уголь, поскольку солнечная батарея за все время своей работы не выдает столько энергии, сколько нужно на ее производство. Советую им хоть иногда следить за новостями. Быстрое технологическое совершенствование солнечных батарей на глазах снизило их стоимость в 5 раз за 5 лет. При этом КПД лучших массовых образцов увеличился с 15 до 20%. В США, например, цена киловатт-часа упала с 32,3 центов в 2009 году до всего 7,2 центов в 2014. Солнечные киловатты стали дешевле тех, что производятся на угольных электростанциях, до сей поры считавшихся основным сектором американской энергетики. Подчеркнем, речь идет о ценах без учета субсидий. Иными словами, не о зеленой моде, базирующейся на освоении государственных средств, как это еще недавно было в Европе, а о вполне выгодном бизнесе. Лента.ру. Январь 2015 года. Если бы только эти киловатт-часы можно было жрать. Предел шок-ликвиссера, конечно, никто не отменял, но солнечную батарею очень тяжело свалить в насыщение, в отличие от растения. Проще говоря, у растений есть одна степень освещенности, при которой их эффективность переработки света в белки и углеводы оптимальна. В районе около 500 микромольфотонов нужной длины волны на квадратный метр в секунду. Интенсивность полуденного освещения составляет пару тысяч. Поэтому в течение нескольких часов после восхода эффективность фотосинтеза перестает расти до самого вечера. Этот эффект назвали «полуденной депрессией». Солнечная батарея насыщается при освещенности намного сильнее дневного света. Если бы у нас была возможность перерабатывать солнечную энергию в электрическую, запасать ее и тратить на обеспечение растений постоянным оптимальным уровнем освещенности, это могло бы в теории дать нам пару лишних урожаев в год. Но мы все еще теряем в теории 70%, а на практике 80% энергии на одном только солнечном элементе. Фундаментально. Предел шок ликвиссера. Представьте себе светлую утопию, в которой вся поверхность Земли покрыта сверхэффективными солнечными батареями и испещрена подземельями, в которых, купаясь в искусственном свете, гласятся сочные томаты. И отбросьте. У нас нет таких солнечных батарей. И в ближайшее время не будет. Задумайтесь лучше вот над чем. Были американцы на Луне или нет? Моя любимая шутка по этому поводу. Для съемок поддельного фильма с высадкой наняли Стэнли Кубрика. Он посмотрел техническое задание и сказал, «Снимать будем на месте». Важно в этой теории заговора вот что. Если не только кадры с места высадки, но и вся американская лунная программа была фальсификацией, то для достоверности в 1967 году был изготовлен космический корабль AS-204, позже известный как «Аполлон-1» и сожжен вместе с экипажем заживо. На корабле планировалось применить уникальную систему снижения взлетной массы за счет дыхания экипажа чистым кислородом, а не дыхательной смесью, что и привело к катастрофе. Чтобы никто не отравился, планировалось проводить полет при давлении внутри корабля в одну пятую атмосферного. Для всех животных, обладающих легкими, скорость усвоения кислорода из атмосферы зависит не от его концентрации, а от парциального давления. Мировой рекорд погружения под воду с аквалангом составляет 332 метра. Давление на такой глубине 33 атмосферы. Само по себе оно не смертельно, но нормальный режим дыхания при нем соблюдается при концентрации кислорода 0,6%. Всего 0,003% угарного газа в дыхательной смеси при таком давлении могут вогнать дайвера в состоянии комы. Что будет, если при таком давлении навернуть глоток обычного свежего воздуха? Животному будет не очень приятно. Внимание, вопрос. Что будет с растением? Верите ли? За парой исключений ни одна зараза не проверила. С концентрацией углекислого газа не игрался еще только ленивый. Для десятков, возможно, сотен видов было исследовано и показано, насколько лучше растения себя чувствуют, насколько выше и сочнее получаются и т.д., если кормить их концентрированным СО2. Проблема только в одном. Повышать парциальное давление углекислого газа в промышленных масштабах тяжело и дорого. Есть промышленные площадки, на которых богатая углекислым газом смесь выбрасывается в атмосферу. Теплоэлектростанции, фабрики по производству стройматериалов, химкомбинаты и заводы по переработке нефти. Было бы шикарно перенаправить эти выбросы на вентиляцию оранжерей и теплиц. Но строить от них инфраструктуру до ближайшего тепличного городка накладно. К тому же люди довольно отчаянные затупки. И какой-нибудь гений рано или поздно обязательно влезет в теплицу без противогаза. К гадалке не ходи. Повышать же абсолютное, то бишь атмосферное давление пробовали очень немногие. И очень недавно. Некая доктор Сара Марин Дэчарт в Центре гипербарической медицины университета Дьюка провела эксперимент по выращиванию какого-то реликтового хвоща в барокамере для аквалангистов. Но ее эксперимент был печально ужасно поставлен. Образцов было всего два. Контрольные и испытуемые образцы находились при разной освещенности и разной температуре. А разница давления составляла всего четверть атмосферы. Группа ученых из Японии засунула в барокамеру немного арабидопсиса или резуховидку таля. И добились в 1,6 раза большей эффективности фотосинтеза по сравнению с нормальными условиями при избыточном давлении в 3 атмосферы. Неплохой результат, но если завтра случится глобальный всепланетный голод, будет обидно жрать только веганские суши из арабидопсиса. Почему если выяснится, что растения лучше растут при повышенном давлении, это будет еще круче, чем при повышенной концентрации СО2 или повышенной температуре? Термодинамика выделяет два уникальных процесса с газом – изотермо и адиобата. Именно из этих процессов состоит цикл Корно. Фундаментально наиболее эффективная тепловая машина, будь это топливный двигатель или холодильник, или компрессор. Опуская сложные формулы и графики, эти процессы обратимы. Вентилировать барокамеру под давлением с точки зрения энергии не дороже, чем вентилировать обычный офис того же объема. Только вентилятор будет еще страшнее и шуметь еще противнее. В общем, задача гораздо интереснее студентов пиццы и секса. Но прежде чем соревноваться с японцами за результат, я опознал всю боль поиска магазина промышленных компонентов, торгующего в розницу. Никогда бы не подумал, что столько успешных бизнесов по их поставке ютятся в пыльных офисах в темных крыльях облупленных зданий заброшенных советских НИИ посреди пустыря, который, кажется, когда-то был гаражным кооперативом. Безумие. Получив ценник за печать нашей экспериментальной барокамеры на 3D принтере, мы отбросили эту идею и попытались наколхозить ее из подручных материалов. К счастью, никто при этом не пострадал. Потом я перестал заниматься ерундой и купил колбы для водопроводных фильтров. Держат до 7 атмосфер, прозрачные, чего еще желать. Кроме них, раздобыть в обычном магазине удалось еще один важный компонент. Замечали в последнее время невыносимый едкий свет из окна в доме напротив? Это светодиодные лампы для рассады. Самый мерзкий цвет, воспринимаемый человеческим глазом. Чтобы выделить влияние именно давления в наших кустарных условиях, нужно добиться, чтобы остальные факторы влияли на контрольную и испытуемую группу одинаково. Смесь воды и удобрений отдозировать легко. Поставить внутрь одинаковые колбочки, как поилка для хомяка. С температурой разберемся. Засунем колбы в коробку, присобачим какой-нибудь конвектор. Осталось два параметра – поток воздуха и освещенность. Темного заброшенного советского НИИ, в дальнем углу которого торговали бы жиклером под трубку на 8, я так и не нашел. Поэтому их пришлось наколхозить самому. Из инсулиновых шприцев, забитых пластиком, с тонкой дырочкой в середине. Обе колбы будут запитаны от одного и того же компрессора с единственной разницей. В одну из них, с контрольной группой, будет подаваться воздух уже пропущенный через жиклер, из-за чего давление в ней будет атмосферным. А в другую будет подаваться воздух высокого давления, а выпускаться через второй жиклер. Чтобы убедиться, что потоки одинаковые, были использованы специально обученные калибровочные презервативы. Благодаря эффекту насыщения в растениях, нам не нужно подавать строго одинаковый поток света на испытуемые растения. Достаточно, чтобы этот поток был больше точки насыщения. Именно за этим непрозрачные детали колб и внутренности коробки, куда они будут помещены, были выкрашены светоотражающей краской. Таким образом, все 14 ватт, которые потребляют лампы для рассады, будут пущены на благое дело. Еще одной проблемой был выбор субстрата. Почва и торф не прокатят, слишком сложно, слишком много факторов, слишком высока вероятность внести какую-нибудь левую живую органику. Сыпать песок в пластиковую колбу, которая должна оставаться прозрачной, тоже не хотелось. Нужно было что-то синтетическое и при этом смачиваемое, то есть способное на капиллярный подъем. Полиэстер оказался чуть ли не единственным вариантом. Жертвой науки будет лук сивок, потому что не арабидопсис. Потому что жрать научные образцы – это весело, и этим немногие могут похвастаться. Круче пиццы, если получится. Три группы по пять луковиц были промыты в уксусе и расположены, одна в колбе высокого давления, одна в колбе низкого давления, и еще одна на подоконнике. Машина судного дня готова, закрыта, запущена и оставлена в покое. Эксперимент продолжался 12 дней, в течение которых мы искренне надеялись, что ничего не пойдет не так. Но из-за появления в колбах обильной плесени он был прекращен. Работать с зараженными образцами довольно опасно, поэтому их удалось только взвесить и получить всего несколько срезов. Кстати, отфотаны через ученический микроскоп с прислоненным к нему подпертым книжкой планшетником. Любительские цифровые микроскопы ужасны. Между контрольной и испытуемой группой наблюдалась разница, но она была недостаточно для выводов, которые не могут быть списаны на случайность. Группа высокого давления образовала более короткие и плотные перья и накопила чуть-чуть больше абсолютной массы, имела тоньше стенки клеток и большую плотность хлоропластов в них. Но главное, в ходе эксперимента мы отработали допущенные ошибки. Во-первых, уксус – хреновый антисептик, особенно против плесени. Нужна нормальная марганцовка. Во-вторых, к черту систему полива по образцу поилки для хомячков. Вместо нее мы сделали поролоновые револьверные кроватки с капиллярными шнурами, которые повысят вместимость второй партии до семи луковиц на барокамеру. В-третьих, контрольную и испытуемую группу следует сразу собирать из пар луковиц одинаковой массы. Не будет проблемы сравнивать абсолютный и относительно ее прирост. Обидно, конечно, что шум компрессора по ночам терпеть в течение двух недель пришлось напрасно. Но что поделать, бывает и такое. В общем, растут ли лучше сельхозкультуры при повышенном давлении? Мы так и не выяснили. Плесень растет лучше абсолютно точно. Если вы хотите, чтобы мы продолжили наши занимательные изыскания и выяснить, чем же они все-таки закончились, просто дождитесь выхода следующей части видео. Ну и напоследок, чтобы совсем не оставлять вас без сладкого, маленький лайфхак. Защитные и зеркальные пленки лучше наклеивать на поверхность смазанную глицерином. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз. Розовые пантуки, цветы сапога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова